Слава Иисусу Христу! Навеки слава Богу Святому! Друзья, приветствую всех с Москвы. Храм Христа Спасителя, Волхонка, здесь в центре самом Москвы, недалеко от Красной площади, историческое место. Храм восстановлен уже в наши дни, потому что тот храм был уничтожен в свое время. И здесь был бассейн Москва, он назывался, и теперь здесь снова храм, вот и эти дни молюсь за Москву, молюсь о духовном пробуждении Москвы, о служении здесь в Москве, проповедую в разных церквях, разных конфессий, разных динаминаций, вот и благоставляю всех вас, друзья церковной реформации. Этот храм Христа Спасителя тогда, сто лет назад, он был таким неким символом православного обновленчества, православной реформации, потому что именно здесь, в стенах этого храма, в 1923 году проходил собор, который стал, скажу так, началом движения. Ну, началось движение обновленческое православное раньше, конечно, гораздо раньше, но в 1923 уже де юре, будем так говорить, да, движение наше уже заявило о себе, потому что фактически еще с самого начала, ну, с падения царского самодержавия самого, уже, да и до того еще, перед тем еще, во время смут, революций, нестроения таких определенных. Знаете ли, слава Богу, что нашлись порядочные священнослужители, нашлись ревнители вот церковного такого благочестия, реформации, вот, такие, как Веденский, Александр Боярский, Антонин Грановский, ну и, конечно, там, сибирские обновленцы, значит, множество, слава Богу, Пётр Блинов, я имею в виду митрополит всей Сибири и другие реформаторы, и пусть недолгой была тогда вот эта реформация, но, слава Богу, начало было положено, великое начало, слава Господу. Сегодня мы продолжаем труд, который тогда обновленцы начинали, и расширяем, слава Господу, пусть Бог благословит. И вот от стен этого храма Христа Спасителя молюсь и благоставляю всех вас во имя Господне. Вот, если кто в Москве проживает или в гостях в столице, то свяжитесь со мной, буду рад общению эти дни как раз здесь. Ну, в общем-то, до начала августа я так или иначе буду здесь, вот, в Москве и возле Москвы. Вот, а потом уже еду к себе уже в церковь, буду у нас, в нашей Киевской архиепископии, подготовка к собору. Последние дни остаются, считанные дни остаются до начала собора. 18 августа приглашаю всех в Киев на собор, Преображенский собор, посвященный как раз именно реформации, как православия, так и всего мирового христианства. Не только православие, конечно же. Все тело Христово нуждается действительно в реформации, каждодневно, постоянно, непрестанно. Экклезия семпа реформанда. Церковь непрестанно реформируется, церковь всегда обновляется. Эти слова, значит, Гебриана Карфагенского и других отцов, ведь многие отцы церкви повторяли эти слова, как девиз свой. Ну и на соборе нашем Преображенском вновь эти слова прозвучат, как девиз, наш уже сегодняшний девиз. Потому что и в наши дни, как говорится, когда космические корабли борозят просторы Вселенной, по-прежнему церковь нуждается в реформации непрестанно, потому что церковь это не мавзолей, церковь это не мертвое что-то, знаете ли, это не труп, это живое тело Господа Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в коем другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Из города Москвы, храм Христа Спасителя, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь, Христа Спасителя, Киевская архиепископия. Да, и как по скриптум, умоляю, присоединяйтесь к этим молитвам в ваших церквях, общинах, молитесь, друзья, за нас православных, мы молимся за всех, тоже христиан, независимо от нашей конфессии, динаминации, как говорил митрополит Московский Платон, еще в начале 19 века, наши земные перегородки, барьеры, границы, они до неба не доходят. Слава Господу, Иисус Господь, и слава вся нашему Спасителю. Аллилуйя. Аминь. Аминь.